В сегодняшней программе мы будем говорить о правах ребенка, когда и в какой форме в Абхазии появится кризисный центр, насколько у детей в Абхазии есть доступ к качественному образованию, медицинским услугам и за что в стране могут лишить родительских прав. Об этом мы будем говорить с уполномоченным по правам ребенка в Абхазии Мактиной Джинджолия. Мактина, спасибо за возможность открыто поговорить о проблемах. И мне бы хотелось начать наш разговор с того, вообще, как вы оцениваете ситуацию с правами ребенка у нас в стране. Как известно, ребенок, проживающий во всем мире, он обладает всеми правами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эти права не закреплены в Международном документе Конвенции о правах ребенка. Все случаи, к сожалению, нарушения прав ребенка, которые представлены во всем мире, представлены и у нас. Вы говорите, что мы не отличаемся от всего остального мира, но, тем не менее, есть какие-то ментальные особенности, да, кавказское воспитание. И такое мнение все-таки бытует, что в Абхазии детей не бросают. Есть такое, да, бытует мнение, но оно неправильное, потому что по статистике службы социальной поддержки детей и семьи, в настоящее время примерно от 20 до 30 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть это те дети, которым необходимо подыскивать альтернативные формы устройства. И ежегодно статистика говорит о том, что ежегодно до 10 детей необходимо подыскать там новую семью, семью опекунов, либо какую-либо альтернативную форму устройства. Соответственно, конечно, среди них есть и представители национальных меньшинств, но есть представители очень таких громких абхазских фамилий. И, соответственно, те правозащитные методы, которые используются во всем мире, должны быть использованы у нас. Я за то, чтобы мы так шли к тому, чтобы признавали конвенцию о правах ребенка. Соответственно, частичная признанность Абхазии нам не дает возможности присоединиться к тем странам, которые признали и поддержали данную конвенцию. Это международный документ, однако есть возможность какие-то нормы из конвенции использовать и адаптировать под нашу нормативно-правовую базу. При этом, соответственно, необходимо учесть какие-то национальные особенности. Институт уполномоченного к правам ребенка не так давно появился молодой институт. Но, тем не менее, вы наверняка изучали ситуацию, статистику. Как вам кажется, таких случаев стало больше в последнее время, или все-таки эта ситуация, она такой стабильный характер носит? Ситуация в течение последних пяти лет носит стабильный характер. Более того, в последнее время участились случаи именно нарушения прав детей, касаемо иностранных граждан. То есть иностранные граждане, которые находятся на территории Республики Абхазия, имеют временную регистрацию, или более того, находятся без регистрации на территории Республики Абхазия, попадают в такие ситуации, в которых права их детей, если это касается женщин или семьи, у которых есть дети, нарушаются, причем по различным направлениям. Какие это нарушения прав? Самые распространенные, но острыми считаются, когда вопрос стоит о безопасности ребенка, когда угрожает жизни и здоровью ребенка. Очень много обращений, когда дети выпадают из системы образования, это семейно-бытовые споры, когда родители при разводе определяют место жительства ребенка, с кем будет находиться ребенок после развода, с отцом или с матерью, а также график, когда они могут определиться с графиком общения одного из родителей. Вы сказали о том, что распространенные случаи за последнее время, это среди прежних людей, но вам не кажется, что это вопрос больше к тому, насколько часто обращается именно местное население по поводу нарушения прав ребенка? Не скрывают ли эти ситуации? Ведь мы знаем истории, когда случайно преступления в доме, в отношении ребенка, насилия в отношении детей, эти преступления были просто случайно выявлены. Есть такое место быть у нас в республике, но мы, как скажем, в этом не единственные в своем роде, потому что когда есть случай насилия в семье, вне зависимости от того, что семья находится в Абхазии, в России или в какой-либо другой стране, чаще всего стараются, чтобы это не выходило за рамки семейных отношений. ВИЧ – это замалчивание ситуации, которая происходит. И это самое ужасное, что взрослый человек может сделать по отношению к ребенку – это молчать, когда он видит, что права ребенка нарушаются либо в его семье, либо в соседской, в какой-либо семье. К сожалению, есть такое. Но когда органы узнают, скажем, даже если анонимно о том, что есть какой-то случай грубого нарушения или просто нарушения права ребенка, они обязательно мониторят данную семью, они выявляют этот случай. Если нужно держать на контроле, то держат на контроле. То есть если есть обращение, то такой случай никогда не оставляют без внимания. Но есть, конечно же, случаи, о которых всегда мало говорят, о которых сложно говорить. Это когда ребенка необходимо изолировать даже от самых близких родственников. То есть когда его права нарушаются внутри семьи, это самое ужасное и самое щепетитное, потому что это сложно доказать, об этом сложно говорить. Но при этом органы делают все для того, чтобы ребенок в конечном итоге оказался в безопасности, и чтобы его права были восстановлены. Когда ребенок в семье подвергается со стороны самых близких людей насилию, что ребенку в этой ситуации делать? И будет ли ребенок обращаться, когда насилию он подвергается со стороны отца? Чаще всего ребенок сам не обращается. Это вот такая психология ребенка. Поэтому либо кто-то из родителей, скажем, один из членов семьи узнает, какой-то членов семьи обязательно должен обратиться. Либо если кто-то сторонний человек, если какие-то... Обычно в школе учителя замечают, что там поведение ребенка меняется, он становится замкнутым, закрытым, необщительным. То есть это работа психолога. Бывали случаи, когда и школьный психолог, или учителя школьные выявляли, что какие-то случаи насилия в семье. Но чаще всего, когда взрослый человек не обращает внимания, не говорит, как нужно с ребенком, и не раскрывает его, чаще всего ребенок о такой проблеме замалчивает. Обычно это всегда можно увидеть, потому что ребенок никогда не будет. Это ребенок, который подвергается насилию, любому насилию в семье, он не будет выглядеть счастливым, жизнерадостным, его поведение всегда будет отличаться от поведения сверстников. Но у нас в школах появился штат психолога. Да, к сожалению, не во всех школах этот штат освоен, так сказать, из школы в районах, где там вообще только один психолог. И я думаю, что это работа Министерства просвещения, чтобы в каждой школе было хотя бы полставки психолога. Мы сейчас сконцентрировали свое внимание на таких вопиющих случаях нарушения прав. Но если смотреть шире, права ребенка – это в том числе право на доступ к образованию, на доступ к медицинским услугам. Вот с этим как у нас обстоит дело? Как вы в целом оцениваете, насколько качественно образование, и качественные медицинские услуги доступны для большинства детей? Конечно, проблемы и в той, и в этой сфере, со стороны государства, общественных организаций, школ. Делается все возможное, все, что в рамках силы и компетенции для того, чтобы поднять уровень и качество образования. Если говорить о здравоохранении, тоже один из вопросов, который как бы нашим аппаратом был поднят. Это вопрос финансирования реабилитационных центров. Как известно, почти в каждом районе Абхазии существуют реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья. И с 2019 года как бы они практически не финансируются. До этого они финансировались международными организациями, а сейчас как бы встал вопрос о том, чтобы их финансирование взяло на себя государство. Существует республиканский реабилитационный центр государственный в городе Сухом. Его содержание полностью на обеспечении государства. Но сейчас стоит вопрос о том, чтобы посадить, скажем так, на республиканский бюджет и районные реабилитационные центры, чтобы они тоже финансировались из республиканского бюджета. Вот на сегодняшний день Ченчильский реабилитационный центр, который посещало 52 ребенка с инвалидностью, никак не финансируется со стороны государства. Насколько я знаю, в Галском районе и в Ткуарчалском частично этот вопрос решен. Значит, финансируются центры из местного районного бюджета, но из республиканского бюджета тоже нет финансирования. Я надеюсь, что в ближайшее время и вопрос о Ченчильским реабилитационным центром, Гудаутском и Гагрском районе, тоже в поселке Цандребшесть реабилитационный центр тоже. По официальной статистике, здесь ограничены возможности здоровья более 700 человек, а как известно, фактическая цифра навсегда выше. Официальные статистики и тенденция с каждым годом растет все больше и больше. Вот я на примере работы нашего фонда вижу, что из-за отсутствия каких-то услуг медицинских в тех же реабилитационных центрах мы собираем ощутимые суммы и направляем их в центры Российской Федерации или других странах. Вы имеете фонд «Дошана» в виду, чтобы зрители тоже понимали. Да, сейчас в рамках нового проекта фонда «Здоровое поколение» мы хотим больше своих ресурсов направлять на то, чтобы создавать услуги на местах, то есть чтобы обучать специалистов реабилитационных центров новейшим методикам реабилитации. Создаете собственные кадры, которые в дальнейшем будут обслуживать наших подопечных и не только подопечных фондов, но и всех детей, которые нуждаются в данной терапии. Отличные проекты даже с экономической точки зрения. Сейчас мы, конечно, говорим о болезнях детей, может быть, не очень правильно с одной стороны, но с другой стороны, если даже это будет какая-то частная клиника этим заниматься, она будет платить налоги, даже какую-то экономическую выгоду государство из этого может извлекать, оказывая здесь, в стране, медицинские услуги. Ну да, но мы будем делать акцент на государственные реабилитационные центры, которые оказывают бесплатные услуги населению. Вы назвали несколько реабилитационных центров в Абхазии, но я знаю семьи, которые не могут попасть в какие-то реабилитационные центры, потому что в некоторых нет места, в некоторых не могут оказать услугу, которая им нужна. И кто-то не живет в Сухуми, в Цандрепши или там в Ачимчире, им тяжело добираться. Они живут там в селах. Вот с ними как быть? Сейчас с синдромом аутизма очень много детей, в том числе и детей с отставанием речевого развития. Для них среда, она абсолютно не приспособлена. В детских садах, как бы по закону, ты имеешь право привезти ребенка в этот детский сад, и его должны принять. Но по факту мы видим, что преподаватели, воспитатели начинают жаловаться. Ребенок же не особенный, и он не ведет себя, как обычный ребенок. Им нужен особый подход. Когда мы плавно перешли на другую, тоже острую тему, это вот тема инклюзии, инклюзивного образования, тема доступной среды, на сегодняшний день в Абхазии это, конечно, острая тема, острая проблема. Если говорить в общем, по стандартам мировым, общепринятым, то у нас в стране нет инклюзивного образования вообще. Но есть примеры стихийной инклюзии, есть коррекционная вспомогательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Сухом, в которую ходят, насколько я знаю, 33 ребенка. Что говорить об общеобразовательных школах? Практически нигде нет доступной среды. То, что нужно в этом направлении что-то делать, решать, это факт. И это, конечно, задача и Министерства просвещения, это задача и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, очень хотелось бы, чтобы о своей проблеме, о своих проблемах, сами люди с ограниченными возможностями здоровья, и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья говорили больше, потому что лучше них об этой проблеме не знает никто. Но практика показывает, что они о ней мало говорят. То есть если о проблеме не говорят, значит, ее нет. То есть это, как бы, скажем так... Но есть определенные барьеры тоже, почему они не говорят. Вообще попытка не признавать диагноз, попытка вообще, как бы, скрыть от большинства общества в семье диагноз, не признавать болезни. Это, мне кажется, очень распространенное явление. Это вот есть, конечно, наши ментальные особенности. Когда принято было не говорить о проблеме, замалчивать, даже были примеры, когда в наших традиционных семьях даже соседи не видели ребенка, скажем, в семье, у которых есть проблемы со здоровьем, то есть они его прятали. Но, к сожалению, время... Мы развиваемся вместе с новыми, скажем, веяниями. На сегодняшний день, насколько я знаю, нет случаев, когда там ребенка прячут. То есть случаи, когда они обращаются, да, в медицинское учреждение, но сейчас стали больше говорить. Вот я думаю, что даже появление 10 лет назад фонда Ошана, когда впервые стали открыто снимать репортажи, и родители давать комментарии, рассказывать о проблеме, о том, что им необходима помощь, это был такой резонанс в обществе. Переломный момент. Резонанс на момент, когда в газете невозможно было собрать необходимую сумму, и первое время мы практически свои ресурсы тратили на то, чтобы уговорить членов семьи помочь своему ребенку таким образом. То есть мы с ними работали как психологи. Мне бы хотелось оговориться, да, сразу. Мы общаемся с уполномоченным, да, по правам ребенка, но в том числе вы по совместительству еще и председатель, да? Ну да, и поэтому у меня такой резкий переход. У нас немало зарегистрированных организаций, благотворительных организаций, но по факту помощь оказывают единицы, о которых мы, по крайней мере, знаем. Во всем мире вообще благотворительность стимулирует бизнес, делать какие-то благотворительные акции, помогать и так далее. У нас в этом смысле выгодно ли быть благотворителем, допустим, люди, которые зарабатывают деньги. Ну им выгодно направлять на благотворительность или просто это такой акт доброй воли? В развитых странах, конечно, таким организациям коммерческим выгодно, да, заниматься благотворительностью, потому что у них есть какие-то налоговые послабления, любота в республике Абхазия. Я могу сказать, что бизнесу заниматься именно в коммерческих целях, да, нерентабельно заниматься благотворительностью, это в основном акт доброй воли, это какие-то моральные дивиденды не получают, но никак не экономические. Поэтому нашему бизнесу надо отдать должное. Я со своей стороны низкий поклон бизнесу, фондам, не фондам, а организациям коммерческим, которые работают в республике Абхазия, которые из года в год, из месяца в месяц помогают фондам. Практически первопроходцы? Ну, именно открыто собирать частные пожертвования и адресный сбор средств открыто с использованием там средств массовой информации Абхазии. В этом вопросе можно сказать, что мы первопроходцы. Очень мало фонда, у которых есть такая прозрачная отчетность за все годы работы, за отчет на каждого ребенка, на каждую акцию. В этом плане фонд может быть хорошим примером. По поводу приюта, приюта, дома ребенка, как-то вот, не знаю, как он будет называться, если он появится. Но уже это с мертвой точки этот вопрос двинулся. Наконец, какое-то финансирование выделено. Парламент уже принял соответствующий нормативный документ. Каким вы видите, каким он должен быть для Абхазии? Вот вы несколько раз сказали, что надо учитывать ментальные особенности. Вот отвечу на этот вопрос сразу детского дома не будет. И более того, я лично и многие другие против детского дома, потому что весь мир уже отходит от этой практики. Мы лоббируем вопрос создания кризисного центра временного пребывания детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Он будет направлен на детей, которые оказались в ситуации, что за ними некому присмотреть. И самое главное, что он будет временным. Мы видим, что сроки нахождения ребенка в кризисном центре не превысят шести месяцев. И тут, соответственно, возникает вопрос. Куда дальше? За эти шесть месяцев все органы, которые направлены на защиту права и интересов ребенка, должны работать над тем, куда устроить ребенка дальше. Это формы альтернативного устройства ребенка. Здесь речь идет о поиске опекунов, речь идет о приемных семьях. Также существует институт патронажных семей. Сейчас прописываем тоже в рамках рабочей группы, которая создана при Министерстве социобеспечения. В рамках рабочей группы прописываются уставы, нормативно-правовые документы. Будет также речь идти о патронажных семьях. Это специально подготовленные семьи, которые будут брать таких детей, которые находятся, скажем так, в трудной жизненной ситуации. И они будут специально подготовлены. Если не обозначить цикл времени нахождения ребенка в кризисном центре, если это не будет кризисный центр временного пребывания, то он превратится в тот же детский дом. И, соответственно, органы, скажем, не будут вести ту работу, которую они должны вести. И дальнейшая судьба ребенка не будет решена. Но есть же опасность, что кого-то ребенка не возьмут. То есть дети с особенностями развития патронажные семьи могут не согласиться. Это же по желанию будет происходить. Естественно, когда семьи будут подготовлены, там они будут знать все условия, что вне зависимости от того, там ребенок будет с инвалидностью или нет. То есть это все индивидуально будет рассматриваться, индивидуально будет подыскиваться. Хорошо. А вот по поводу патронажных семей, да, я просто вот сложно представить, потому что иногда семьи, в которых нет детей, они не могут решиться на усыновление. Это семьи какие, кто эти люди, и какие это семьи, которые будут брать на себя ответственность? Очень много семей, скажем, у которых у самих есть дети, но они готовы взять еще одного ребенка. При этом, если это еще будет поддерживаться какими-то дополнительными пособиями, это будет как бы хорошо и для самой семьи, и для того ребенка, который будет устроен в этой семье, потому что он будет расти в обстановке семейной. Это всегда отличается от, скажем, от стен госучреждения. К каждому ребенку важно и нужно жить в семье, где есть мама, папа, либо кто-то один из родителей, где есть дети. Уверяю вас, на сегодняшний день очень много семей готовы взять помимо своих троих-четверых детей дополнительно ребенка на воспитание или на опекунство. Будем надеяться, что вот этот институт, о котором вы говорите, он сможет работать и эффективно работать. Потому что у меня было вот такой опасности, что из-за каких-то льгот, которые государство будет предоставлять патронажным семьям, люди будут брать этих детей, а потом через какое-то время эти дети будут опять брошены. Знаете, в этот институт, в эту базу не будут попадать случайные люди. Это и органы опеки, и социальные службы. Все органы будут тщательно проверять каждую семью. И не будет такого, что отдали ребенка в семью, и все, за его судьбой никто не будет в дальнейшем следить. Это будет контроль, естественно, со стороны органов опеки в первую очередь. И в случае, если там какие-то правонарушения по отношению к ребенку будет выявлено, естественно, ребенок будет изолирован от этой семьи. Но если будет правильная предварительная проработка, то таких случаев должно не быть. Что касается кризисного центра временного пребывания ребенка, на сегодняшний день есть, слава богу, понимание со стороны правительства, со стороны кабинета министров. Они знают, что создана рабочая группа, в которую входят и юристы аппарата уполномоченного. На сегодняшний день уже подготовлен устав кризисного центра. Сейчас идет процесс подготовки других положений нормативно-правовой базы. И есть примерное понимание того, где он должен располагаться. Сейчас нужна именно политическая воля, воля со стороны кабинета министров, чтобы данное помещение было закреплено за кризисным центром. Спасибо большое, Мактина, за беседу. Благодарю. Продолжение следует...